Читаем вместе. Продолжаем читать книгу «Методика доктора Ковалькова. Победа над весом». Читаю первую главу, 72-й страницы. Продолжение о стимуляторах обмена веществ или так называемых жиросжигателях. 7. Кето. Это активный метаболит дегидроэпиндростерона, стероидного гормона, синтезирующегося в надпочечниках человека. Появление этой добавки стало результатом долговременных научных изысканий, направленных на поиск вещества, обладающего мощным термогенным эффектом, но при этом оказывающего минимум побочных действий на организм. Препарат был разработан, создан и запатентован американским ученым Генри Ларди. 7. Кето может быть синтезирован химическим путем или получен из растительного сырья. Стеллария медиа или Мексикан ямс. 7. Кето. 7. Кето действительно значительно усиливает термогенез, тем самым резко увеличивая уровень обмена веществ. После 25 лет уровень основного обмена веществ начинает неклонно снижаться. Энергетические затраты организма сокращаются, а излишки питательных веществ, которые растут с каждым годом, превращаются в жир. 7. Кето восстанавливает нарушенный с возрастом энергетический баланс, повышая основной обмен и увеличивая расход энергии даже в состоянии покоя. 7. Кето. Главным механизмом действия 7. Кето является его стимулирующее влияние на функцию щитовидной железы. В результате происходит существенное повышение уровня ее гормона триотиронина Т3. Это самый мощный из гормонов, которые оказывают воздействие на уровень обмена веществ и влияют на процессы образования энергии в митохондриях, энергетических станциях клеток всех органов и тканей. 7. Кето не превращается в организме в половые гормоны, андрогены и эстрогены, как прочие метаболиты дигидроэпиндростерона. 8. И как следствие он не обладает анаболитическим эффектом и поэтому лишен присущих им побочных действий, повышенный риск развития онкологических заболеваний, ракопростаты и молочных желез, угревая сыпь, повышенный рост волос у женщины, выпадение волос у мужчин и т.п. 9. Тирамин получен из щитовидной железы крупного рогатого скота и представляет собой комплекс белков и нуклеопротеидов, обладающих избирательным действием на клетки щитовидной железы и способствующий ускорению восстановления ее функции. В результате проведенных исследований установлено, что применение тирамина способствовало улучшению клинических проявлений гипориоза заболевания щитовидной железы, характеризующегося пониженной ее функцией. В 73% случаях, причем наибольший эффект наблюдался у лиц старшей возрастной группы с выраженными признаками атрофии щитовидной железы, на фоне приема тирамина больные отмечали повышение работоспособности, уменьшение частоты и интенсивности головных болей и боли в области сердца. При исследовании объективных показателей наблюдалась нормализация параметров ЭКГ. Отмечена тенденция к восстановлению уровня гормонов щитовидной железы, что говорит о стабилизирующем влиянии препарата на клеточный метаболизм железы и регуляторном воздействии на обменные процессы. Тирамин можно принимать как отдельный препарат для ускорения восстановления функции щитовидной железы при ее остром и хроническом поражении. В качестве профилактического средства рекомендуется применять в районах эндемичных в отношении заболеваний щитовидной железы. Также рекомендуется лицам пожилого возраста для поддержания функции щитовидной железы. Что приятно, побочных явлений при применении тирамина не выявлено. Что делать с лишними углеводами? Избыток углеводов может спровоцировать организм на отложение жира. То, что не идет на пополнение запасов гликогена мышц и печени, идет на пополнение запасов жира в качестве альтернативного долгоиграющего энергетического депо. Поэтому большинство диет, направленных на уменьшение подкожного жира, исключает употребление легкоусвояемых углеводов. Но можно пойти другим путем, снизить способность организма подобным образом реагировать на углеводную пищу, заставив тем самым организм использовать на энергетические нужды жир. С целью блокировки усвоения углеводов в препараты последнего поколения стали включать такие вещества, как горциния камбоджийская, гимнема, 4-гидроксизолейцин и КБЕ. Горциния камбоджийская известна в спортивном питании сравнительно давно. Гидроксицитрат или гидроксилимонную кислоту NCA, которую получают из плодов растения горциния камбоджийская, издавна использовали в восточной медицине в качестве натурального средства, подавляющего аппетит и улучшающего пищеварение. Однако только недавно было обнаружено, что это вещество препятствует накоплению жира в организме, в связи с чем NCA стало компонентом многих комплексных препаратов для снижения веса. Это вещество, не являясь термогенным агентом, активно вмешивается в синтез триглицеридов в печени, блокируя фермент цитратлиазу. Когда активность цитратлиазы снижается, уровень глюкозы в плазме крови остается повышенным и аппетит подавляется. Включение гидрокси-лимонной кислоты в ежедневный рацион способствует замедлению процессов, ведущих к накоплению жира. Гидрокси-цитрат блокирует ферменты, участвующие в синтезе жирных кислот и предотвращает превращение излишков углевода в жир, тем самым снижая вероятность образования жировых отложений. О побочных эффектах данного препарата известно мало. По-видимому, опасные для жизни реакции отсутствуют, возможно только индивидуальная непереносимость или аллергия. Но если говорить честно, то и практическая активность его крайне слаба. Гимнема – растение, используемое в Индии и Юго-Восточной Азии для лечения диабета или гипергликемии. Вещества, входящие в состав джимнемы сильвестры, такие как джимнемовая кислота, попадая на язык, блокируют ощущение сладости. Значит, название этого растения – джимнема будет. Джимнема – растение, используемое в Индии и Юго-Восточной Азии для лечения диабета или гипергликемии. Нанесение на язык джимнемата калия, вещества, выделенного из этого растения, приводит к утрате восприятия сладкого. Сахар вызывает во рту ощущение песка. Традиционное использование джимнемы сильвестры в качестве средства диабета получило научное подтверждение почти 70 лет назад, когда было доказано, что листья этого растения уменьшают содержание сахара в моче у диабетиков. Считается, что джимнемовая кислота поддерживает производство инсулина. Возможно, она также способствует восстановлению клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Есть основания предполагать, что джимнема сильвестры способна блокировать усвоение углеводов в желудочно-кишечном тракте, так как диабет обычно не проявляется до тех пор, пока клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина, не подвергнутся серьезным повреждениям. Экстракт джимнемы рекомендуется не только для лечения, но и для профилактики диабета, особенно в пожилом возрасте. 4-гидрокси-изолейцин. Вещество, способствующее выработке инсулина, снижает гипергликемию и улучшает переносимость глюкозы, то есть помогает поддерживать в норме уровень инсулина при употреблении большого количества сахара. Так как выброс инсулина ограничен, не повышается проницаемость мембран жировых клеток для глюкозы. На мой взгляд, до 80% подкожной жировой ткани синтезируется именно из углеводов, а также для жирных кислот. В то же время не происходит торможение распада жиров инсулином. КБЕ – это эстракт северной белой фасоли. Проведенные исследования подтвердили, что КБЕ обладает свойством задерживать или блокировать действие фермента, расщепляющего крахмал на более простые углеводы, которые уже могут усваиваться организмом. Таким образом, снижается количество потенциальных углеводов, превращающихся в глюкозу, что помогает расходовать энергию жиров. В некоторые из подобных сборов добавляют фазиламин, который частично блокирует действие пищеварительного фермента альфа-амилаза. Этот фермент переваривает сложные углеводы, которые мы получаем с картошкой, хлебом, макаронами и другими вкусными продуктами. Но непереваренные и неусвоенные углеводы начинают бродить у нас в кишечнике, как в бидоне с брагой, выделяя огромное количество газа. Человек волей-неволей превращается в вонючку скунса, постоянно удерживая в себе нескончаемый поток вони. Эти препараты стали продавать в аптеке, как под многообещающим рекламным названием – блокатор калорий. Среди вечно худеющих бытует мнение – надо есть меньше калорий и стройная фигура вам обеспечена. Хотя никто из них толком даже не знает, что такое калории. Но мы об этом еще поговорим позже. А пока несколько слов для любителей кофе. Кофеин – стимулятор центральной нервной системы. Кофеин представляет собой разновидность метилксантиновых соединений, содержащихся в более чем 60 растительных продуктах, но в существенных количествах его можно получить только из листьев чая и зерен кофе. Мало кто знает, что в зернах кофе содержание кофеина намного ниже, нежели в листьях чая. Более сильное стимулирующее действие напитка кофе объясняется просто большим количеством кофе, использующимся для его приготовления. При этом кофеин чая связан с татином, и поэтому его действие мягче, чем действие кофеина кофе. В этом есть свой позитив. Чай не вызывает зависимости, как это нередко происходит с кофе. Кофеин снижает свертываемость крови, активизирует процессы тканевого окисления, увеличивает психическую возбудимость, улучшает концентрацию внимания, поднимает настроение, задерживает наступление утомления. Действуя через симпатоадреналовую систему, усиливает сократимость сердечной мышцы и повышает скорость высвобождения, мобилизации жирных кислот, увеличивая использование их в качестве энергетического субстрата при выполнении аэробных нагрузок. Поэтому употребление качественного кофе и чая входит в рекомендации всех диетологов, работающих в области снижения веса. Многие из вас, возможно, обращали внимание, что если выпить чашку кофе без сахара натощак, голод на некоторое время бесследно исчезает. Как выяснилось, кофеин способствует распаду гликогена, энергетической субстанции печени, что приводит к выделению сахара в кровь и незначительному повышению его концентрации в крови. Глюкоза, получаемая из различных углеводов, является идеальным топливом для нашего организма, как бензин для машин. Но в отличие от машины, организм нельзя остановить, а затем снова завести снова. Именно поэтому часть глюкозы, поступающей с пищей, он обязательно запасает впрок. Топливо, запасенное впрок, это и есть гликоген, консервы из глюкозы, которые организм будет расконсервировать по мере необходимости. Синтезируется и хранится запас гликогена в печени и еще очень маленькая часть в мышцах, так как мышечные клетки нуждаются в мгновенном поступлении энергии и порой не могут ждать, пока она дойдет из печени. Но все дело в том, что запасать гликоген организм может только строго в определенном количестве. Невозможно заставить запасти гликогена больше, чем это дано природой. Наш организм устроен так, что чувство сытости возникает при повышении уровня сахара в крови. Когда запасы этой энергии гликогена истощаются, очередь доходит до жиров. Увеличение в крови сахара и жирных кислот – одна из причин появления ощущения бодрости, прилива энергии и внутреннего тепла. Эта реакция организма на кофеин была известна очень давно. Именно поэтому крепко заваренный чай, чифирь, так популярен в местах лишения свободы, где недостаток питания зачастую сочетается с холодным климатом. Для нас важно, что кофеин обладает способностью опосредованно стимулировать распад подкожного жира. Я часто рекомендую своим пациентам проводить аэробную нагрузку по утрам на голодный желудок, когда запас гликогена минимален. И желательно за час-полтора до этого выпить чашечку черного крепкого кофе. Такой прием кофеина позволяет избежать нарушения суточных биоритмов человеческого организма и ускорить процесс сгорания жиров при утренней аэробной нагрузке. Он пробуждает организм и стимулирует сердечно-сосудистую систему. Японцы называют чашку кофе по утрам гимнастикой для сосудов. Кофеин обладает мочегонным действием, благодаря чему жидкости теряется намного больше обычного. А это в свою очередь может привести к обезвоживанию организма. Поэтому не забываем пить воду. Помимо своей способности увеличивать выведение жидкости, кофеин также способствует увеличению секреции желудочного и кишечного соков. Резко усиливает перистальтику кишечника и ускоряет продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту. Пища не успевает полностью перевариваться и усваиваться. Как результат развиваются гнилостные и бродильные процессы в кишечнике, приводящие к хроническим колитам. Белковые компоненты пищи начинают гнить, а углеводные бродить. Образуются газы. Процесс опять напоминает вагон браги. По этой причине, я думаю, стоит отказаться от старой русской традиции, запивать завтрак, обед и ужин чашкой крепкого чая или кофе. Эти напитки следует пить отдельно, как минимум за час до основного приема пищи или спустя час после. Хотя даже в этом случае продвижение пищи будет ускорено. Кофеин, содержащий напитки, желательно употреблять людям с постоянно повышенным артериальным давлением, а также страдающим заболеваниями сосудов, забитых атеросклеротическими бляшками. Сердце будет усиленно проталкивать по ним кровь и труба может не выдержать такого дополнительного давления. Случится упс и человек очнется в реанимации, если вообще очнется. Из-за наступающего после приема кофеина повышения кислотности желудочного сока, он не рекомендуется тем, кто страдает гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки. Для здорового человека безопасной разовой дозой считается 100-200 мг кофеина. Максимально допустимая суточная доза 1000 мг кофеина. То есть 1000 мг это 1 грамм. При этом в чашке чая содержится максимум 85 мг кофеина. Соответственно 12 чашек чая в сутки вам не повредит. Но в таком количестве чая, наверное, просто нет необходимости. Постоянный и длительный прием кофеина вызывает приспособительную реакцию центральной нервной системы и организма в целом, возбуждающее действие кофеина постепенно снижается и развивается привыкание, при котором требуются уже большие дозы кофеина для достижения того же стимулирующего эффекта. Внезапная отмена кофеина после длительного периода приема приводит к тому, что в центральной нервной системе возникает сильное торможение. Появляются вялость, общая угнетенность, сонливость, нервная депрессия. Это вполне могут прочувствовать на себе водители, принимающие перед дальней дорогой любой стимулирующий кофеин, содержащий напиток. Известное издание Independent со ссылкой на независимую ассоциацию автомобилистов поведала своим читателям, что примерно через час после выпитой банки действие тонизирующего напитка заканчивается и у водителей, находящихся за рулем, скорость реакции ухудшается, а это уже таит в себе смертельную опасность. Хронический прием больших дозировок кофеина истощает нервную систему, развивается замедление мыслительных процессов, ослабление силы воли, появляется неуверенность в своих силах депрессия. Употребление кофеина, кофеин содержащих напитков, приводит к формированию физической и психической зависимости от этого вещества. Вывод. Можно, но осторожно. Продолжаем знакомство с жиросжигателями. Гуарана. Произрастает в тропических лесах Амазонии Бразилия и содержит гуаранин, вещество, практически идентичное кофеину. Использовалось аборигенами как средство, подавляющее аппетит, снимающее усталость и снижающее вес. Является природным стимулятором, повышающим энергетический уровень организма за счет мобилизации жирных кислот в кровоток. Гуарана стимулирует высвобождение гормонов адреналиновой группы, которые, в свою очередь, повышают выносливость, увеличивают способность концентрации и усиливают термогенез, способность к высвобождению жирных кислот для производства энергии. Фарскалин. Активное действующее вещество экстракта растения Калеус фарскалиньи, произрастающее в горных районах Азии. Фарскалин обладает способностью замедлять процессы старения, позитивно влияя на деятельность сердца, легких и артериальное давление. Фарскалин активирует цепочку ферментов, запускает цепь метаболических реакций, которые, в свою очередь, способствуют более эффективному энергообеспечению мышечной деятельности, заставляя организм тратить больше энергии. В результате этих реакций фарскалин усиливает липофиз расщепления жира, увеличивает секрецию инсулина, стимулирует функцию щитовидной железы, увеличивает силу сокращения сердечной мышцы, расслабляет гладкую мускулатуру стенок артерии, снижая давление, блокирует высвобождение гистамина, один из спусковых механизмов, аллергических и воспалительных реакций в организме. При этом совокупность происходящих в организме процессов сходна с действием эфедрина, но в отличие от него, фарскалин позволяет не только достичь столь же высокой эффективности термогенного действия, но и избежать характерных для эфедры многочисленных побочных эффектов. Синефрин, горький апельсин, традиционно использовался китайской народной медициной в качестве средства, укрепляющего здоровье. Основное действующее вещество – синефрин, обладающее термогенным эффектом. По химической структуре синефрин, амфетаминоподобное вещество, очень близко по своему составу к эфедрину, подавляет аппетит, ускоряет метаболизм, усиливает термогенез, но в отличие от эфедрина, способствует непосредственному липозу, расщеплению жира. Это позволяет избежать побочных эффектов, связанных с действием эфедрина, учащенного пульса и повышенного давления. Еще одно преимущество синефрина – низкое в сравнении с эфедрином, способность проникать из кровотока клеткам головного мозга, что снижает чистоту и выраженность побочных эффектов со стороны центральной нервной системы. CLA – конъюгированная линолевая кислота. Достаточно новый игрок на рынке добавок для снижения веса. Открыт в 1978 году, как это часто бывает случайно, и в течение долгого времени находился в тени. Однако недавние научные исследования показали, что применение CLA способствует уменьшению жировой и росту мышечной массы, то есть улучшает композицию тела, что в значительной мере способствовало повышению интереса к этой добавке. CLA – полиненасыщенная омега-6, эссенциальная жирная кислота. CLA не может синтезироваться в нашем организме, образуется из линолевой кислоты особыми бактериями, которые не входят в кишечную флору человека. Содержится в молочных продуктах и мясе, говядина и баранина, но в небольших количествах, поэтому получить нужное количество CLA из натуральных продуктов практически невозможно. Считается, что CLA участвует в регуляции метаболизма жиров в организме через ключевые ферменты жирового обмена, липопротеиновую и гормон чувствительную липазы, препятствуя увеличению размеров адипоцитов жировых клеток, способствует мобилизации, высвобождению свободных жирных кислот из клеток жировой и мышечной ткани и их окислению, то есть использованию в качестве источника энергии для мышечной деятельности. Кроме того, CLA обладает антикатаболическим и антиоксидантным действием. Пища, с которой вы принимаете CLA, не должна содержать большого количества клетчатки, так как она нарушает или даже блокирует всасывание жирорастворимых веществ, к которым и относится CLA в кишечнике. И прием добавки будет бесполезен. Для того, чтобы усилить эффективность приема CLA, необходимо сочетать его с физическими нагрузками аэробного характера. Нужно увеличить не только высвобождение, но и использование жирных кислот, что и происходит во время тренировок. CLA также положительно влияет на общее состояние здоровья, обладает антиканцерогенным, противораковым действием в отношении рака простаты, молочных желез и других, стимулирует работу иммунной системы.